В этой установке не проводят экскурсии. Да и в уголе, трапить сюда совсем непросто. Меж тем, именно тут сегодня находится обстановление, которое бы не отмывалось иметь у себя и ведущие науковые институты. С его использованием, до речи, отрималось раскрыть шарах злашинств, которые были действованы несколько лет тому. То, что недавно лишилось немогчимым, теперь становится обычной справой. Правда, и профессиональный уровень специалистов так само постоянно повышается. Наш отдел укомплектован с сотрудниками, имеющими высшее и среднее медицинское образование, имеющими опыт работы в организациях здравоохранения и прошедших переквалификацию на базе института повышения квалификации и переподготовки кадров управления Государственного комитета судебных экспертиз. Отдел занимается обнаружением следов биологического происхождения на различных предметах, изъятых в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий. У отдела судово-биологичных и судово-генетичных экспертиз скажут, что для высветления злочинцы теперь необходима всего одна его клетка. Отпечатки пальцев у криминалистов, хоть и еще и используются, но, по сути, это уже вчерашний день. В целом, в лабораториях Комитета судовых экспертиз по Гомельской области сегодня проводится больше 40 видов разностранных исследований. От вызначения качества выполненных будильных работ до проверки автомобилю на справедливость их идентификационных номеров. Если на начале действий областного управления некие экспертизы, которые работали в Минске, то теперь необходимость в этом возникает редко, что не выключая постоянного удосконаливания техничной базы. С уликом специфики доследований усе планы вероятно не огучиваются, а ли основные на керунке называются. В последнее время проводится активная работа по модернизации таких направлений, как исследование наркотических средств. Буквально в самое ближайшее время, я думаю, до конца этого месяца, поступит новое оборудование, которое позволит на шаг вперед обеспечить качество экспертных исследований, наркотических средств, психотропных веществ. Значительно улучшилось оснащение подразделений, осуществляющих производство компьютерных, технических экспертиз, радиоэлектронных устройств. Эти подразделения в настоящее время оснащаются новой современной техникой. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель».